В своем, как обычно, пространном вступительном слове к оперативному совещанию, Радий Фаритович упомянул некое мероприятие в Зилаирском районе, региональный форум молодежи Берзимлек. Именно туда был сплавлен азат солдат Барданов после своего фиаско в Зауралии, куда он поехал агитировать Захабирова и где он был, в общем-то, не впервые освистан местными жителями. Похоже, Радий Фаритович все-таки внял голос у разума и моим советом вернуть азата солдата к единственному занятию, которому ему удается заниматься с успехом, а именно руководить каким-нибудь молодежно-студенческим движением, тусовочкой или сообществом. Ну, по примеру того, как в Москве азат солдат руководил неким сообществом башкирских студенток в Москве. Ну, было такое во времена изгнания Хабирова в Москву, и азат солдат там подвязался именно к этой деятельности. Хабиров также явил миру пример неожиданной щедрости в своем вступительном слове. Он распорядился непосредственно в адрес министра сельского хозяйства Фазарахманова оценить ущерб селян от затопления покосов и подумать о том, чтобы из бюджета компенсировать селянам потери, которые они понесли от непогоды в части того, что пропали корма для крупнорогатого скота. И Хабиров очень беспокоится о том, что по осени жители Башкирии начнут массово забивать скотину, потому что ее будет тупо нечем кормить. Ну, практика и наши воспоминания о последних пяти годах деятельности дорогого Радия Фаритовича говорят нам о том, что подобные инициативы, как обычно, заканчиваются ничем. Поговорят-поговорят и разойдутся. Ну, хотя бы потому, что в бюджете нет законных оснований компенсировать кому-то потери от природных катаклизмов. Если уж с вас, дорогие зрители и подписчики, так или иначе взыскивают налоги в пользу, в том числе, финансирование всевозможных башкирских спутников телевидений, не забудьте уравновесить ситуацию, соблюсти информационную гигиену и тем самым помогать альтернативным источникам информации, которые вам дадут как минимум еще одно мнение о том, что происходит вокруг вас. Конкретно нашему каналу материально вы можете помочь только через расчетный счет, который мы сейчас демонстрируем вам на экране и который вы можете найти в описании к любому видео на нашем канале. Заранее большое спасибо! Вообще-то содержание оперативного совещания в этот раз было несколько видоизменено, порядок докладов был нарушен, например, совсем не разговаривали о ситуации в ЖКХ, действительно, зачем об этом говорить. На улице прекрасная погода, проблем с жилищно-коммунальным хозяйством никаких. Подумаешь, воды по колено в некоторых городских округах и муниципальных объединениях, это все, как говорится, мелочи. Но, тем не менее, заслушали доклад министра транспорта и дорожного строительства госпожи Минаковой. Любовь Викторовна поведала, что в результате паводка, паводка 2.0, собственно, в Республике Башкортостан, на данный момент пострадало 22 километра автомобильных дорог, 18 мостов, которые расположены в 7 муниципалитетах Республики Башкортостан. Минакова также отметила, что до сих пор не удалось оценить общий ущерб от разгула стихии, тем не менее, Любовь Викторовна ориентируется на цифру не более 70 миллионов рублей. Согласитесь, на фоне республиканского бюджета эти затраты, этот ущерб выглядит достаточно незначительным. Собственно, один какой-нибудь не очень большой форум отменить, и вот уже достаточно будет сэкономленных денег на ликвидацию всех последствий. Ну, по крайней мере, такова трактовка госпожи Минаковой. Выслушав Любовь Викторовну, Хабиров неожиданно перевел тему на ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями, о которых Минакова предпочла не докладывать в этот раз. Хабиров потребовал на экран некую табличку с ДТП, посмотрел статистику и как-то даже просительно так заявил. Немножко выравнивается ситуация, правда? Как-то вот так буквально попросил Хабиров. Минакова, конечно же, поспешила заверить дорогого руководителя в том, что жители Башкортостана так счастливы, что у них прекрасные, замечательные и безопасные дороги, они так благодарны дорогому руководителю за их устройство, что даже в последнее время стали немножко реже убиваться на этих дорогах насмерть. Звучало, конечно, трогательно, жалко, что вранье. На самом деле, в последнее время, в последний год, 24-й год, смертность на дорогах Башкортостана продолжает расти и выросла уже относительно 23-го года на целых 5%. 2 августа 2024 года в Турецкой Республике президент Турции Эрдоган заблокировал Инстаграм по всей стране только за то, что социальная сеть удаляла соболезнования по поводу гибели одного из руководителей Хамас, организации, признанной террористической не только в самой Турции, но и во многих других странах, включая Российскую Федерацию. Что уж говорить про Россию. В России власти уже давно и методично грозятся закрыть YouTube. И чтобы вам, наши дорогие подписчики и зрители, не остаться один на один с сомнительными информационными источниками, которые располагаются в основном в телевизоре, рекомендуем вам подписаться на наши резервные каналы «Открытая политика Дзен» в Яндексе, «Открытая политика» в Телеграм и так далее. В случае чего, вот именно через эти каналы, вы узнаете, куда переехал наш канал в случае блокировки YouTube в России. Не забывайте также и про лайки, комментарии, они очень нужны и очень полезны для продвижения наших каналов. Далее заслушали доклад министра сельского хозяйства Ильшата Илдусовича Фазрахманова о ходе уборочной кампании. Сами понимаете, в такую погоду уборочная кампания не может не вызывать беспокойства. Министр сельского хозяйства мрачно доложил, что только 27 районов республики худо-бедно начали уборку сельскохозяйственных культур. А это почти треть или только треть тех муниципалитетов, которые есть в республике Башкортостан. И, по словам Фазрахманова, сейчас готовится обоснование для введения чрезвычайной ситуации по переувлажнению почвы по всей территории республики Башкортостан. Фазрахманов утверждает, что в некоторых муниципалитетах выпало до 6-ти месячных норм осадков. Так это или не так, мы проверить, к сожалению, не можем. Тем не менее, Фазрахманов утверждает, что на данный момент заготовлено уже до трети кормов, а если пшеница, рожь и прочие злаки сгниют на корнях в полях, то оставшегося с прошлого года вполне хватит. Вот такие оптимистические прогнозы у господина Фазрахманова. Что уж там, где осталось с прошлого года, вспоминается вот это гниющее зерно в полях, которое в зиму ушло. Ну, в общем, Фазрахманов вот так отвечает. В целом, Ильшат Илдусович не смог дать внятного оптимистического прогноза, а так как в преддверии выборов можно выдавать только оптимистические прогнозы, пришлось долго и муторно болтать о преимуществе агролизинга, всевозможных встреч в полях и так далее. Хабиров мрачно поинтересовался по завершении докладов Фазрахманова о перспективах улучшения погодных условий, но Ильшат Илдусович обнадежить дорогого руководителя так и не смог. Он сообщил, что до середины августа точно будут идти проливные дожди и ситуация в сельском хозяйстве будет только ухудшаться. Ну, на этом, собственно, тему процветания или катастрофы, как будет угодно, в башкирском сельском хозяйстве решили свернуть и перешли к самому главному, к самому любимому, к самому насущному, что происходит в Республике Башкортостан в последние пять лет, перешли к праздникам. Как известно, праздники, фестивали и всякие увеселительные мероприятия для Хабирова являются главным времяпровождением в течение всего пребывания на посту главы Республики Башкортостан. И следующим докладом был доклад о подготовке фестиваля Башкорт-Аты 15-16 августа, который пройдет в Баймаке. Это тот самый фестиваль, на котором будет обустроена та самая пресловутая золотая юрта за несколько миллионов рублей с кондиционером, комфортным напольным покрытием и так далее, и так далее. Вы можете в деталях узнать об этом замечательном приготовлении в нашем сюжете под названием «Золотая юрта» от 27 июля. Докладчиком о подготовке к столь важному для Республики мероприятию оказался все тот же Азат-солдат Барданов, что косвенно подтверждает мою догадку о том, что его решено было перевести в массовики-затейники ввиду полной непригодности к использованию в сфере нормализации внутренней политики Республики. Свой доклад Азат Шамильевич делал на родном для него башкирском языке, тем самым лишив добрую половину своих коллег на совещании в Белом доме полного и детального понимания масштаба решаемых Азатом Шамильевичем задач. Впрочем, зрители на Ютьюбе, которые смотрели оперативное совещание, были оснащены русскими субтитрами к докладу господина Барданова и мы худо-бедно смогли понять, что за многие десятки миллионов рублей, которых, кстати говоря, хватило бы для восстановления смытых мостов и дорог. Азат Шамильевич организует двухдневную ярмарку Кумыса под открытым небом, танцы в халатах под дождем, пляски самодеятельных и профессиональных коллективов. Ну, если повезет и если водой не зальет совсем Кураи Кураистов, то можно будет послушать Курай. Впрочем, запланированы и научные мероприятия. Например, Азат Шамильевич рассказал нам о некой конференции о проблемах выдумывания и сохранения аборигенных пород. А также состоится круглый стол по теме создания туристического кластера на берегах, как теперь выяснилось, ядовитого озера Толказ. В общем, чувствовалось, что Азат Шамильевич нашел таки свое призвание и тема аборигенных пород и прочих подобных мероприятий поселила своего сердца глубоко и надолго. Радио Хабирову на этом фестивале Азат Солдат отвел роль покровителя, я бы не побоялся сказать, атая всех коневодов Республики Башкортостан. 16 августа Хабиров должен встречаться со знатными коневодами, раздать красивые значки, пообещать всеобъемлющую помощь и поддержку отрасли и обсудить проблемы выращивания вкусных и полезных животных. Вот такую вот роль Азат Солдат отвел Хабирову на этом мероприятии. Завершится же фестиваль, естественно, скачками, борьбой на поясах, перетягиванием канатов и всему этому должны быть рады и счастливы отдать свою душу и сердца жителей Баймакского района. Ну, помимо всего прочего, по задумке Азата Солдата, те же самые жители должны отдать свои голоса обувь и шапки за дорогого Радио Фаритовича, а на грядущих выборах в сентябре они как один должны проголосовать за продление его полномочий в должности главы Республики Башкортостан. Собственно, вот такой вкратце замысел третьего фестиваля Башкорт-Аты в Баймакском районе, который так неистово обожает Хабирова и его помощника Барданова. Выслушав Азата Солдата Барданова, Хабиров поблагодарил его за немыслимую работу, проделанную по подготовке этого фестиваля, но опять посетовал на свои беспокойства о испортившейся погоде. Хабиров реально беспокоится, что дожди испортят ему праздник, и эта позолоченная юрта окажется абсолютно не нужна. На экран оперативного совещания вывели главу Баймакского района, который заверил, горячо заверил любимого руководителя в том, что к его приезду в Баймак зажгут солнце, разгонят тучи и высушат землю Баймака до звона лошадиных копыт. Совсем недавно стало известно, что Москва запретила Хабирову набирать на выборах главы республики Башкортостан процентов больше, чем набрал Путин в регионе. Такое сгорячо уже однажды случилось с Хабировым в 2019 году, когда он обошел популярность Владимира Путина, по крайней мере, в собственном воображении и в итоговом протоколе подотчетного и подконтрольного ему Центра сберкома. Теперь Москва рекомендует побеждать, беру это слово в кавычки, не более чем с 55% за и явкой хотя бы 35%. Вот такое вот скромное задание. Понятное дело, что Хабиров такого себе позволить никак не может, ведь он оттай всех башкир, и все его безоговорочно обожают, по крайней мере, в его собственном воображении. Потому он несколько дней назад поручил главам районов обеспечить явку не менее 65%, а голоса за себя любимого Хабиров хочет видеть не менее 70%. Попутно главам районов было непрозрачно объяснено, что те, кто не выполнит подобные задания, их ожидает весьма смутная карьерная ситуация, обстановка и, вероятнее всего, завершение этой самой карьеры. Ну, чтобы не пребывать в тех самых иллюзиях, которые охватывают периодически оттая всех башкир, мы на нашем телеграм-канале «Открытая политика» проводим опрос о том, как жители Башкортостана проголосуют в сентябре. Мы стремимся собрать как можно больше голосов, неважно, за какую категорию в голосовании. Чем больше будет этих голосов, тем более репрезентативным будет наш опрос. Уже сейчас в этом опросе на телеграм-канале «Открытая политика» поучаствовал каждый 700-й избиратель Республики Башкортостан. Это более чем 4200 человек. Опрос анонимный, так что не бойтесь, подписывайтесь на телеграм-канал «Открытая политика» и присоединяйтесь к нашему опросу. Каждый голос в этом опросе очень важен для нас. Далее на оперативном совещании заслушали абсолютно неправдоподобные доклады о процветании башкирского малого бизнеса, о расцвете ДСААФ и ГТО, а также о невиданном подъеме санаторно-курортной отрасли Республики Башкортостан. На фоне того, что реально происходит в регионе, вся эта брежневская отчетность показалась неправдоподобной даже самому дорогому Радио Фаридовичу. Он опять мрачно заговорил о пропавших кормах для крупнорогатого скота, о смытых мостах, которые теперь неизвестно, когда восстановят. И о том, что в Республике практически остановились работы по его самому любимому благоустройству, то самое, что он называет благоустройством, в Республике встало напрочь. А в Уфе, категорически не готовой к юбилею, Хабиров охарактеризовал ситуацию так. Пол Уфы перекопали и все стоит. Даже не знаем, что делать. В общем, как-то мрачновато завершил Хабиров свою оперативку, несмотря на то, что они всеми силами стараются придать оптимизма и имитировать некие успехи, не очень-то это и получается. Постоянно вмешивается то Господь Бог, то погода, то, как говорится, ручки короткие, то что-то излишне длинное. Не получается у этих неумех создать даже образа успеха, не говоря уже о реальном успехе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова